welcome 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 ребятушки мои сегодня я решил начать новый проект новую серию видео которая будет посвящена лиге легенд в этом не кстати будет помогать сайт ю . джи вы его видите сейчас на экране на и проект это уже назвал ю джи джи ну это скорее я уже аббревиатуру попытался сам образовать универсальные гайды для геймеров надеюсь это название не такое пафосно как она звучит на самом деле да есть немножко конечно в этом деле реклама но канал развивается и поэтому теперь без рекламы уже никак если вы хотите качественный контент придется терпеть первом видео посвященному ю джи я решил рассказать вам как поднять тело сегодня у нас последний день ранкет игр для соло q я вам подскажу как поднять ваша элла намного выше чем вы сейчас сидите что такое элла я надеюсь вы знаете но все же расскажу элла это ваш рейтинг в игре и вы знаете что надо поднимать золотой именно рейтинг чтобы получить все плюшки от riot games да конечно надо еще не быть хитерком я даже в этом году справился умудрился сохранить себе ходор левел 2 продано русеры по моему все еще один и остался на данный момент кстати говоря моё элла даймонд 5 на его вести и на руссервере у меня тоже даймонд 5 но к сожалению там я хонор не смог себе сохранить так чем же я могу вам тогда помочь а вот чем те из вас у кого сегодня свободный день и кто уже закрепился по рейтингу и ему не страшно проигрывать например игроки из гол 3 плюс или из плате на 4 плюс опробуйте то что я сегодня вам предложу а потратьте вашу игровую сессию если вы ее сегодня решили организовать на то что я вам предложу вот основные пути подъема рейтинга о которых вы наверняка слышали но никто вам их не классифицировал а вот они от меня классификация первое это от п 2 это баланс третий вариант это мета это все разные варианты подъема элла от п требует много часов много терпения игры в основном будет проходить на одном или нескольких чемпионах скорее всего на одной линии это уж тем более вы познаете все грани этого чемпиона вы будете готовы играть любые матча по будете готовы использовать чемпиона на 140 процентов если не больше второй вариант это который баланс это балансировка команды команды которую вы собираете против команды оппонентов понятное дело когда вы выбираете чемпиона для команды это подходит именно для стратегически мыслящих игроков но правда с хорошей механикой. Это очень сложное в исполнении. Зачастую не позволяет так играть вам на низком элло. Почти все прогеймеры и хай элло игроки используют эту систему. Но как же добраться тогда до хай элло? Они же не могут это использовать внизу. ОТПшники требуют очень много времени. Неужели придется так много времени проводить в Лиге Легенд? Нет. Ответ как раз таки мета. Мета всегда вам в помощь придет. Где-то в интернете я выяснил, что мета это аббревиатура. Аббревиатура от слова Most Effective Tactical Available либо Advantage. Последнее слово там разница варианта. Но мне Available больше нравится. Что переводится как наиболее эффективная доступная стратегия на русский язык. В нашем это было NETS. Ну NETS не очень красиво звучит. Так вот. В этом видео конкретно мы будем обсуждать только мету, только ее исполнение. И давайте к ней перейдем. Для этого нам понадобится любой статистический сайт. Я буду использовать U.GG. Где есть так называемые тир-листы. Тир-листы и вин-рейты. Нажав вот сюда сверху на тир-лист, вы попадаете в всех чемпионов. Здесь 5 страниц. Выдается пока только 40. Но можно шафлить их, как видите, нажимая по пик-рейту, бан-рейту, тир и вин-рейту. Именно это нас интересует. Нажимая на тир-лист, мы получим всех самых сильных сейчас по рейтингу чемпионов. Как образовывается тир? Тир образуется довольно просто. Вы получаете наиболее эффективного чемпиона на линии и на всех стадиях игр. То есть у него самый высокий вин-рейт на всех стадиях игр. И, допустим, взять саппорты сейчас. Это является трэш. Бранд нами, брискранг, Леона, Зайра. Именно та Зайра, которую я и прошел в Diamond 5 на Европе. Вы это помните. И вы теперь смотрите внимательно, как же я это делал. Я зашел вот в этот тир-лист, увидел список чемпионов, которые дико хороши, но увидел также список вин-рейта их. И понял, что наиболее эффективной на данный момент будет Зайра. При этом ее никто не банит. Ну и при этом еще, конечно же, есть небольшая фишка. Я сам играл за Зайру какое-то время. Я бы взял Леону, если бы у нее был вин-рейт на полтора процента выше и было меньше бан-рейта. То есть наиболее эффективный сейчас чемпион считается как раз-таки Зайра. Либо, давайте посмотрим, либо получается нами. Потому что ее хоть и берут часто, но при этом ее совершенно не банят. А вин-рейт среди S плюс чемпионов у нее очень высокий. Можно посмотреть просто по вин-рейту. Мы увидим с вами, что есть Сона с S. И вот она как вариант номер 3 тогда подходит. Потому что у нее самый высокий вин-рейт. Тир у нее не сильно отстает от Зайровского. Можно играть. Возьмем, например, Лесника. И если мы сейчас возьмем их Тир-листы, то увидим с вами, что единственными чемпионами, которыми можно реально проходить Паэлло, это Талия и Шака. У меня есть товарищи, которые, когда Тир-S плюс и хороший вин-рейт был у Грейвса, взяли себе там Д4, Д3. Хотя они сами еле-еле там Платину 1 раньше пробегали. Играя только на Грейвсе. То есть, также это касалось и Ноктюрн игроков, Киндред игроков. И даже, если пойти по топперам, вы помните Олд Дэдди. Я ни в коем случае не принижаю его заслуги. Просто он взял себе, когда Ургот был С плюс, но он, правда, до сих пор С плюс, правда, тогда вин-рейт был 54%, и он как раз себе Даймонд взял там. С тех пор он Даймонд, где Солоко, почти уже не играет. Играет только с командой. Ну, так давайте просто научу, точнее не научу, а подскажу, как выбирать, если вот, например, такая штука, как топлейнера появляется. Вы видите, что здесь у всех С плюс, но они не могут взять вин-рейт. В чем проблема? Проблема заключается в том, что их очень часто банят, этих С плюс чемпионов, и вы не успеваете научиться играть на них, потому что все же труд-труд, все перекур, как в той шутке было. Главное, вам уметь играть подряд несколько игр на одном и том же чемпионе. Это терпение требует, но учитывая, что одну сессию вы обычно играете там 4-5 часов вечерком перед сыном, то как раз вот если вы все 5 игр сыграете на одном и том же чемпионе, последние 3 игры у вас будут наиболее лучше, потому что вы будете уже всю эффективность его использовать по максимуму, даже учитывая, что вы не ОТПшник. А на этих чемпионах это сделать нельзя, поэтому их берут один раз только из 5, а некоторых даже один раз из 3 игр. Соответственно, они нам не подходят. Сион нам подходит, но мы будем выбирать тогда по-другому. Мы возьмем винрейт и выберем с винрейтом и с наибольшей буквы. И здесь как раз таки окажутся, как видите, вуконг, пантеон и квина. И вот эти вы чемпионы я вам посоветую сейчас на ТОПе. Очень быстро вы сможете поднять свой Элла. Неожиданно для вас самих, но за счет вот этого рейтинга и за счет того, что они легкие в исполнении, вы подниметесь. Давайте тогда быстренько мидеры еще посмотрим. И на этом первое видео, посвященное именно мете, мы закончим. У нас будет много серии видео, будут просто гайды отдельно, как играть. Наверняка я возьму мету у какого-нибудь чемпиона, будем рассматривать новые руны, но сейчас не об этом. Мидеры. Среди мидеров, как вы можете видеть, сейчас выделяется Физ и Ария. И оба они почти не банятся, так что советую вам их использовать С плюс винрейт, С плюс винрейт. Если чисто взять только по победным чемпионам, то, как видите, еще можно использовать талон. Но не советую уже брать хеми ранечку Ауральян Соло. Не просто потому, что они заточены как раз под индивидуальную механику, все же эти чемпионы требуют чуть больше механики понимания даже того, что происходит в игре, нежели они. Потому что здесь А плюс. Видите, всего лишь А. А нам есть С плюс и разница в винрейте всего лишь 1%. Удобно? Удобно. Пользуйтесь сайтом U.GG, пользуйтесь метой, поднимайте Элла. И мне вот интересно было бы услышать, кто где закончил сезон Лиги Легенд. Кстати, поздравляю. Еще один сезон, восьмой, самый популярный сезон для Лиги Легенд завершился. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok